Продолжение следует... С вашим удовольствием приветствую героев нашей программы. Это Алексей Черемизов, пианист из города Санкт-Петербург, Россия. И Фаби Медина, вокалистка из Франции, которая сегодня принимает участие в нашей программе. Здравствуйте! Также в сегодняшней нашей программе принимает участие переводчик с французского языка Валентина Ивановна, который будет синхронно переводить и общаться с нашими гостями и непосредственно с Мединой из Франции. Итак, тема нашей сегодняшней встречи – это непосредственно ваше выступление в Ульяновске на джазовом фестивале в рамках 59-го международного фестиваля музыкального мира «Эпоха и имена». Медина, первый вопрос к вам. Как вам, Ульяновск, ваше впечатление от нашего города? Медина, какие-то другие впечатления от нашего города Ульяновска? Ульяновск мне кажется очень большим и очень гостеприимным, теплым. Есть ли отличие, так скажем, нашей провинции, Ульяновск – это провинция, от французских городов? Есть ли отличие между провинцией Франции, между одной провинцией Франции и другой провинцией Руси? Я думаю, что провинции в Франции гораздо больше большие, да? Это маленькие городки, города не очень большие, как есть здесь. Но провинция в Франции гораздо меньше, чем провинция в России. Это интересно. Бывали ли вы раньше в России, и насколько я знаю, у вас сейчас идет тур, может быть, есть какие-то отличия вообще в городах, вот где вы уже были, и сейчас вы на Россию? Вы никогда не были в России? Или есть ли у вас отличие от того, как вы приехали в Руси в Ульяновске, например, в Ульяновске, в Ульяновске? Это второй раз в России. Первый раз было очень давно, и потом я осталась в Москве. В этот раз мне повезло посмотреть не только Москву, но и Анапа, и Ульяновск. Ну, отличный диапазон, разнообразный, в первую очередь, по температурным, климатическим особенностям. Это очень хорошо, потому что есть много отличий в климате, в общественности, в городе. Да, я вижу, что есть много отличий, и, поэтому, у меня было очень трудно собирать чемоданы. Ну, это такая бытовая проблема, небольшая. Ну, это проблема в quotidien. Алексей, немножко с вами тоже познакомимся. Вы человек российский, нашего менталитета, из Петербурга. Расскажите о вашем музыкальном становлении, как вы выбрали фортепиано, почему именно этот такой грандиозный инструмент? Алексей, почему вы выбрали фортепиано для моего музыкального инструмента? Вы знаете, ну, я просто не сильно задумывался, как-то так, скажем. Мне нравилась всегда с детства музыка. Я не знала много фонсей. И джаз, в частности, когда я впервые услышал, когда-то в детстве, это записи великих американских музыкантов джаза. Конечно, это прям перевернуло мое представление. Ну, и как-то так получилось. Это фонсей американских музыкантов джаза, которые мне полностью вернулись. В общем-то, как-то оно само и в это русло и вошло. Потихоньку, потому что я не учился в музыке, собственно говоря, серьезно. Но вы знаете, мне кажется, вы зря говорите приставку «к сожалению», потому что джаз – это же искусство без границ. Все-таки академическая музыка, она заставляет быть в рамках. Может, я ошибаюсь? Ну, не знаю. Дело в том, что чем больше информации, чем больше ты, наверное, учишься, тем все-таки лучше. Другое дело, что если это органично как-то происходит, наверное, это хорошо было бы. Идеальный вариант, когда, так сказать, ты… Но и очень хорошо практика, конечно. Потому что играть концерты… А что помешало? После музыкальной школы продолжите бы очень улучшить. Не знаю даже, что помешало. Ну, как-то так получилось. Много было факторов разных. Может быть, я не видел перспективы, саму лениво было, может быть, как-то, я не знаю. Тут мне сложно анализировать, потому что это было очень давно. Но я закончил политех ленинградский, ленинградский еще. И на самом деле мне вот это наш институт, особенно в то время, и то окружение, и общество, оно просто очень было, и очень мне нравилось. И несмотря на это… Прошу прощения, Несмотря на это, вы на сегодняшний день, можно с полной уверенностью сказать, всемирно известный музыкант. Нет, так нельзя сказать точно. Но вы знаете, как-то знаете французскую музыку, именно вот джазовую, джазовых композитов? Мне повезло, что я познакомился с одним из первых музыкантов вообще из-за рубежа, с которым я познакомился, был как раз француз, Жан Ланьон. Она его знает очень хорошо, очень известный. Это Жан Ланьон, который был первым музыкантом? И вот этот человек, он как раз представитель французской как раз музыки, который неформально, скажем так, очень хорошо знает и классику, и импрессионистов, Равеля, Дебюсси и остальных, Пуленко. И в то же время и современную музыку Мишель Леграна, и он состыкован с джазом. А для меня, конечно, еще это тоже фильмы, французские фильмы Мишель Леграна, и фильмы с многими великими французскими артистами. Францислей. Францислей и, господи, боже мой. Поль Мариа. Владимир Косма. Вы, Владимир Косма. Владимир Косма. Конечно. Конечно. Это укол зондиком и игрушка. Как игрушка по-французски. Извините. Une grande histoire д'амоур entre la французс底 и Россия. Лежуэ. Лежуэ, лежуэ. Лежуэ. А, «Лежуэ», да, фильму. Нет, конечно, конечно. Фабия, скажите, пожалуйста, что для вас, в вашей жизни, в вашем становлении музыка Леграна, Лея, Косма? Какая важная музыка Легран-Косма в вашей жизни? Еще в детстве я очень любила музыкальные комедии. В детстве у меня были произведения Косма, Легран. Я была также танцовщицей. Когда я смотрела на первую очередь «Ли Демоизель де Рошфор», я была абсолютно впечатлена. Я была также под сильным впечатлением танцев, когда я увидела музыкальную комедию девушки из Рошфора. В России очень любим многими поколениями фильм, опера «Шербургские зонтики». И оттуда огромное количество музыкальных тем, и главная мелодия «Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра». Её поют все россияне идут по улице. В России очень любят мелодии «Парапула» и «Шербургские зонтики». Это так наполнено эмоциями. Даже моя дочь, которая родилась в 2000-е годы, она плачет. Иногда я слышу, как она поет «Шербургские зонтики». Алексей, а играет ли ваш квартет эту знаменитую мелодию? И вообще темы «Шербургских зонтиков». Там же столько лет мотивов, что это не только, их можно напевать десятки. Вы знаете, мне кажется, это хорошая идея. Просто на следующем концерте попробую сыграть. А помимо «Шербургских зонтиков», у него ведь есть ещё, вот мы сказали «Девушки из Рашфора», «Лето 42-го», то можно спросить вот эти фильмы «Знает ли Фобия». Внутри «Парапула» и «Шербург», вы знаете другие фильмы, как «Ветренные мельницы»? «Ле мулын де вон», А, да. Вы говорите «Ле мулын де Монкер»? Да, конечно. Да, конечно. И все комедии музыкальные американские, «Wayside Story», и такие вещи, это очень берет мою детальность. И до этого я еще смотрю, чтобы, собственно, transmettre мне девушку. Особенно американские музыкальные комедии повлияли на моё музыкальное образование, и я счастлива передавать всё это моей дочке. Ну это фантастически. Здорово. И вообще, конечно же, общий вопрос у меня теперь к вам. Что было представлено ульяновской публике, ульяновским слушателям? Какая была программа? Это ко мне вопрос. К вам, к Фобе, совместно. Ну, дело в том, что, конечно, здесь как раз-таки меньше в французской теме, хотя в Фобе из Франции, всё-таки джаз родился в Америке, хотя теперь это интернациональной музыке. Поэтому большая часть нашей программы – это американские джазовые стандарты, так называемые, в разных аранжировках, в том числе аранжировки Фобе и её французских коллег, которые сделали это, сделали эти интересные такие изменения, скажем так, аранжировки. Ну, и была вот одна французская песня. Теперь вот с вашей подачи, может быть, мы ещё сделаем, поскольку действительно… Ну, было бы очень здорово, тем более, что действительно это не только в Ульяновске, а вообще в России. Я повторюсь, что фильмы Жака Деми, они настолько популярны, и в них столько романтики, и я считаю, что вот это можно перевести, что эти фильмы – законодатели моды последующего кино. – Да, конечно. – Alors, les films de Jacques Demy sont si riches, qu'ils dictent la mode, on peut dire. – Oui, c'est vrai. – Claude Lelouch? – Oui, bien sûr, bien sûr. – Я вот абсолютно согласен, потому что действительно музыка и вообще и декорации фильмов, оно всё располагает к тому, что ты становишься участником этих вот событий, так скажем, действий. – Из-за его встречи декорации которые занимаются на сцене? – Да, это очень креативно, и из-за его особенностей. – Но это очень креативно, но очень замечательно. – Фаби, чем отличается publicа в России от Франции? – Какая разница из России и из-за Сильной Франции? – Из-за его Франции? – Из-за его Франции. Я считаю, что русский публик, очень хорошее, и у меня... я читаю много сообщений в социальных сетях о моих выступлениях. Меня это очень радует. Французская публика немного избалована, присыщена, потому что у них, может быть, немного больше информации. Ну, возможно. Но я хочу сказать, что мне кажется, что в провинции, вот в нашей, в Ульянске, непосредственно в нашем городе, достаточно тоже публика такая щекотливая. Люди жаждут музыкальных событий, а я считаю, что это было музыкальное событие в нашем городе, приезд музыкантов из-за границы, из-за культурной столицы, как называют Санкт-Петербург. И поэтому действительно люди такие приезды, такие концерты рассматривают под микроскопом, как бы смотрят, что же там такое новое, какая вот эта вот музыкальная лаборатория у этих музыкантов. Ну, конечно, я хочу сказать, что прием был очень теплый. И какой-то такой, знаете, деликатный, я бы сказал так, что вот аплодисменты, как хлопали после соло, то, что люди, публика на концерте, она, скажем так, искушена, искушенная в джазе, в музыке. То есть подготовленная. Да, подготовленная, я бы сказал так. И было очень приятно. Вот, я здесь мне хочется сказать, конечно, большое спасибо филармонии, особенно, потому что они пригласили нас. И то, что это состоялось, большая честь. Да, особенно в наш период пандемии, это, конечно, сейчас большое событие. Это просто огромное событие для меня лично. Вот. Так что так, большое спасибо. Какие дальнейшие творческие у вас, ну, не то, что планы, куда дальше турне, куда вы отправляетесь в путь? Мне, наверное, лучше ответить, потому что Хаби знает, но не менее степени. Мы сегодня летим в Новосибирск, у нас завтра там концерт в Новосибирской филармонии. Программа меняется в городах? Ну, мы постараемся, может быть, что-то чуть-чуть немножко изменить. У нас дело в том, что, как я уже говорил вам перед этим, что такой состав у нас достаточно сессионный. Мы, конечно, знаем, вот, например, нашего контрабасиста мы знакомы лет 25, наверное, уже в Питере. Но, тем не менее, мы в разных составах играем там, здесь. Вот. И поэтому это такое, прям вот как для тура мы собрались. И, наверное, программа немножко должна меняться, потому что это еще просто интереснее самим. Вот. Ну, конечно, основное, основное, основные. Так вот, а дальше мы летим потом из Новосибирска в Владивосток. Там есть такие клубы, в которых мы будем выступать два дня. Потом в филармонии Благовещенска, в Амурской филармонии. Ну, то есть для Хаби будет спектр впечатлений. Да, я надеюсь, что будет интересно. Хаби, вы уйдете весь спектр ваших впечатлений. От России, от глубинок России. Да, это очень, очень красиво. Абсолютно, абсолютно. И я очень-очень рада, чтобы вы могли бы видеть эту большую Руссию, эту большую Руссию, с очень-оченью, с очень-оченью. Это очень богатый опыт будет. Я счастлива познать в России не только Москву, но и Сибирь. В глубинке. Большую Россию. От Балтийского моря до Тихого океана. Фаби, а у меня конкретно тоже к вам вопрос. Я уже сказал, что французская культура в России очень популярна. И кинематограф, и музыка, и изобразительное искусство. Как обстоят дела во Франции с российскими композиторами, музыкантами, писателями? Может, вы что-то знаете из русской классики? Потому что французская культура очень популярна в России. Мы знаем много композиторов французских, много французских. И, конечно, это очень популярна в России. Да, конечно. Мы очень влияем на русскую культуру, то есть, на танце, на театре. Я тоже делаю театр. Танцы, балеты, театры, они влияют большую влияние на французскую культуру. И я получила возможность интерпретить персонажа из Толстой. И мне повезло однажды играть персонажа из произведения Льва Толстого. Когда я была в школе, мы также учили метод Станиславский. Школа Станиславского. Мы также изучали школу Станиславского, когда я училась в школе. И когда мы делали болезнь, то мы используем методику Станиславского, капли большого театра. И, конечно, это очень интересная. И, конечно, это очень интересная. И, конечно, это очень интересная. В музыкальных школах Франции очень популярно изучение русской классической музыки. И вот хочу конкретно расспросить вас про Клода Боллинга. Мы очень в России знаем этого композитора как автора многочисленного произведения для джазового трио. Это флей, это фортепиано-ударное. Эти пьесы очень популярны. Я хочу спросить вас в детстве о том, что Клод Боллинга это очень популярный, очень знаменитый. Клод Боллинга, это первая музыка, который изучил классическую музыку, и потом он был влюблен в джаз. И, я думаю, он был первый музыкан и он был влюблен в двух стилях музыки. Так, он очень хорошо изучил классическую музыку и джаз, и он как бы соединил, объединил, вот это, сделал такой, как бы, как бы меланж классической музыки и джаз. И долгое время он оставался супер популярным в Америке благодаря своему произведению «Свита для флейте». И в мире также известен этим произведением. Вы можете назвать Боллинга своим учителем? Вы можете назвать Боллинга своим учителем? Да, конечно, я работала с ним примерно 20 лет. Я работала с ним почти 20 лет. И так, я учусь много, 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 много. Я entrала в оркестре, и я была очень, очень молодая. И благодаря ему я узнала очень много вещей, работая в оркестре. Это прекрасно. Вы знаете, к сожалению, время нашей программы не обладает огромными рамками. Мы вынуждены завершаться. Но последний у меня вопрос к вам вдвоем, каждому по очереди. Возможно, что мы слиминаны в кадре нашей эмиссии, то я вопрос к вам, все. Что вы увезете на память с собой из Ульяновска? Что вы импортировали из Ульяновска как сувенир? Пойдем на рынок, посмотрим. В душе. Да, вот рам. В душе, да. Бен-сюр, бен-сюр. Жен-портре, буку до шалер. Много теплоты, сердечности. Иер, публика почти плакала. Это здорово. Но вы уже сказали, что вы пойдете на рынок. Удачи вам обзавиниров. Вы знаете, такой вид Волги, он у меня уже до сих пор еще... Я вчера ходил, и сегодня с утра... То есть удалось погулять немножко? Да, я надеюсь, еще сегодня пойти погулять, потому что мы живем в красивом месте, променад. Ну, Волга – это наше достояние. Это можно сказать. «Ля Вольга – это наше достояние». Да, да, да. У меня очень-очень красивая вид в моем храме отель на велосипеде, который проходит Волгу. Но из моей комнаты в отеле у меня прекрасный вид открывается на Волгу и мост. Я держу эту иммунную. И этот образ я сохраню в душе и в голове. Потому что действительно именно в Ульяновске, глядя на Волгу, можно разгадать вот эту загадку ширины русской души. Мы можем понять и Фаби Медина – вокал Франция. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Нам всегда есть, что вам рассказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова